Всем приветусы! Меня зовут Алексей Коженков, и мы будем учиться играть в Го. Все вы, наверное, знаете про эту форму. Многие называют ее Элька, Эль английская, или буковка Гэгном, который должен стоять на двух ногах, чтобы чувствовать себя устойчиво, крепко, или крепость, как я ее называю. Этой крепости нужна защита. Два охранника должны из двух башен стрелять из луков или охранять изнутри, тогда эта группа жива. Башни снаружи, они вот такие. То есть для этой формы нужно дополнительное пространство или дополнительная защита. Хочу поговорить про вот такую форму по современным событиям. Пусть это будет штурм Капитолия. И проверим, помогает ли белому два дополнительных пространства внутри, которых раньше не было. Такой большой автобус получился у нас, Икарус. Нападение. Две точки для продолжения очевидные. Если белый играет здесь, то черный легко соединяется. У белого только один глаз. Второй как-то не получается. Здесь, как тут не хитрить, ничего такого интересного не возникает. Итак, группа с одним глазом, она погибает. Если же белый сыграет справа, точка 1-2, очень важная, предыдущая задача здесь, то черному уже надо быть осторожным. Формально он должен занять вторую точку 1-2, но здесь это не работает. Белый очень быстро получает два глаза. Сразу же видно, что они здесь возникают. Как вот так вот глазики сохраняются. Окошки. Ну, внутрь можно сыграть, наверное, бесполезно. Видно, что это будет с Эки. Давайте так нарисую, чтобы все было видно. Так что же делать? Черный играет в лучшую точку соперника. Только что было как сыграно. Черный играл в точку А, белый сыграл в Б. Так давайте сразу сыграем в лучшую точку соперника. Белый продолжает 2-1-2, два брата Акробата. И делает очень важный ход, который замыкает контур. Пространство белых начинает работать. Оно важное, большое. Пробитие камня. И возникает как будто бы кубарьба. Ну, в общем-то, она и есть. То есть, вечность, повторение позиции. Однако, эта вечность такая кубическая. Многократно умножена саму себя. Такая дурная бесконечность. Есть дополнительные пункты у белого снаружи и внутри. И это приводит к тому, что вначале нужно разыграть эти пункты. Итак, чтобы черным захватить эту белую группу, придется сделать много ходов. Просто соединяться не годится. Получилось в секе. Два общих нейтральных пункта. Значит, черный вначале надо сыграть снаружи. А потом начать закрывать дыхание внутри. Ц или Д. Давайте попробуем. Черный сыграл здесь, белый в другой части доски. Черный сыграл здесь, белый в другой части доски. Какие-то полезные ходы, которые приносят очки. Потом черный по-прежнему не может соединяться. Должен занимать дыхание. Здесь. Теперь уже угроза захвата белого, но белый съедает, наконец-таки, камень. Потом где-то черный наносит к угрозу. Белый наносит к угрозу. И, наконец, черный съел. То есть, снаружи белый сделал несколько выгодных для себя ходов. Примерно то же самое и у белого. То есть, если белый задумал выиграть эту борьбу, он съел камень. Черный в другом месте доски сыграл. Должен белый поставить атари. Черный пробил. Белый не может играть такой красивый ход, да, с дамой дзумари, то есть, недостатком дыханий. Потому что у него самого не хватает дыханий. Он наносит где-то к угрозу. Черный там ответил. Белый съел. Черный нанес к угрозу. И, наконец, белый доел. То есть, опять-таки, черный получил уже несколько ходов в другой части доски. Суммарное, и для черных, и для белых, это много усилий. Получается, что и той, и другой стороне невыгодно начинать здесь борьбу. Сразу. По крайней мере, пока есть ценные ходы в другой части доски. Такую позицию называют тысячелетний ЭКО. Ну, и эта группа в таком находится подвешенном состоянии. Ждет своей участи. Белый Капитолий и будочка охранника. Смотрите, дополнительное дыхание. Это связь с тайным мировым правительством. Телефон. Алло. Как защитить Капитолий? Угу. Я понял вас. Продолжаем ту же самую схему. Снова А, ошибка, вытягивание. Снова можно повторить ту же самую схему, как будто бы. В общем-то, она, по сути, сохраняется практически без изменений. Но есть гораздо более интересный ход. Вот такая вот мина. Такой животик. Пролепает к двушечке, к животику. И черный в раздумьях. Если он сыграет Атари справа, белый вытягивается. Это подсказочка. Возникает СЭКЕ. Потому что два пункта, опять-таки, общих. Давайте доиграем эту позицию для чистоты эксперимента, чтобы было виднее. То есть, ни белому, ни черному здесь невыгодно играть. Если белый начинает, его убивают. Если черный начинает, то, соответственно, белый выживает. Итак, СЭКЕ. Но в процессе этой ошибочной игры мы с вами обнаружили хороший ход. Связанный. То есть, черный играет лучшую точку соперника. Мысленный, конечно. Стараемся делать мысленно. Учимся мыслить. Что делать белому? Просто Атари торопливо. Людей насмешил. Образовался автомобильчик. Вот два колеса, крыша. Посередине там сидит водитель и угоняет эту машину в ад. Вот он, этот водитель. Вот здесь вот едет. Все, до свидос. Торопливый ход за белых в точку А не годится. Но, опять-таки, помогает нам неправильное решение найти правильное. Сами играем в лучшую точку соперника. Здесь. Вот это странненько становится. Белый говорит, съешь меня, пожалуйста. Захвати моих полицейских. Я так буду страдать. Ужас, ужас. Демократия под угрозой. Черный пробивает. Белый берет обратно. А что ему еще остается делать? Иначе съедят еще один камешек и соединиться с черной с камнями снаружи. Вроде бы все понятно. А что понятно? Понятно, что черный убежал. Такой вот молодец. Спасся. Однако, связь с космосом, вот здесь вот точка А, помогает белым беспрепятственно напасть на черную двушку. Черный не успевает соединиться. Одновременно в двух местах имеется. То есть, и точки Мияя. То есть, группа выжила. Если бы дыхание было закрыто, то Курум-Бурум. Самого белого бы захватили. То есть, одно дополнительное дыхание снаружи приводит к очень важным последствиям. Прям круто-круто помогает. Что-то еще могло быть. Ну, так вот черный может сыграть. Что будем делать? Соединяться здесь, очевидно, не будем. Можем сыграть точки Б. Но самое интересное, вроде бы здесь. Черный может пробить. Белый соединился. Соединяться черным бессмысленно. Такой получился у нас удав, который проглотил слона. Видите, у маленького принца. То есть, эта группа уже живая. Видно, что здесь два глаза будет. Это не автомобиль. Если закрывать внешнее дыхание, ну, белый вот так вот, без кобарьбы, тоже выжил. Смотрим еще раз на эту знаменитую картинку. Под новым названием «Взятие Капитолия». Бессмысленно, беспощадно и невозможное. Захватить его невозможно. Благодаря дополнительному дыханию снаружи. До новых встреч! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры подогнал «Симон»!